Позитивная психология Хороший лад Основная задача программы Сделать так, чтобы вы максимально улыбнулись И вынесли из нее что-нибудь полезное И, может быть, вспомнили что-то такое Что пригодится вам в дальнейшем Может, вы сделаете какие-то свои определенные выводы Скорее всего, она кого-то заставит задуматься Сегодняшние письма связаны с придирчивостью С наездами, с критикой вообще Одна женщина написала, что муж меня все время критикует То у меня не так летишь, не так свистишь То у меня юбка короткая То у меня платье длинное То я сегодня наделась как старушка То, я говорю глупые слова Молчи под столом Все время надавливает мне на ноги Чтобы я молчала И я спрашиваю окружающих Я создаю впечатление глупой женщины? Нет Дурочки? Нет Я веду себя как-то плохо В танце там падаю со стола Ругаюсь нецензурной бранью? Нет Почему его так бесит мой голос? То, что я говорю Что произношу не вовремя Не в эту секунду Не здесь, не сейчас Вот прям какой-то домострой Там написано, что муж и жена должны пойти в храм И если у жены создадутся какие-то вопросы При выходе из храма Она может их задать своему мужу И он скажет Когда, где, куда и зачем Я все, конечно, понимаю Но мы живем в 21 веке Домострой у нас давным-давно нет И жить под чужую указку Не только неудобно, но и не нужно Кто сказал, что действительно ваш супруг знает Как вам нужно жить Вот представьте себе автобус В котором едет много разных людей Один смеется, другой плачет Третий спит У кого-то что-то болит Кто-то читает Все отвлечены И все абсолютно на разной волне И бывает такое, что людям трудно Вот он делает какое-то дело А в этот момент к нему кто-то другой подходит Начинает отвлекать и рассказывать И привлекать к себе внимание Максимально отвлекая его от дел Что обычно делает человек? Он повышает голос Он говорит, что Ребят, я не могу слышать три голоса одновременно Я не могу угодить сразу всем Отвечая на ваши вопросы И перестать делать свои собственные дела И этот человек абсолютно прав Получается, что любые придирки Показывают нам на то Что человек, который стоит напротив Он-то вас не особо сильно долюбливает Ведь наши предки давным-давно сказали Что когда уходит любовь Приходит раздражение Пока мы любим Мы человека не прощаем А понимаем Понимаем, что он может проспать И наоборот говорим Спи, 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 любимый Закрываем окна Включаем кондиционер И выходим из комнаты Там где-то в другом месте Там заниматься йогой Или смотреть свой любимый канал Мы не шаркаем тапками И максимально его бережем Почему же, когда у нас уходит любовь Нас начинает раздражать Что он спит Мы начинаем цепляться к мелочам И делать максимально все Чтобы он раздражался Я взяла элементарный Человеческий обыкновенный прием Но даже кто пойдет первый в ванну Поначалу не было никаких проблем Ну, конечно, ты А сейчас у нас столпотворение И до того, что человек засиживается Там так долго Что нужно у дверного замка В ванну звонок включать Чтобы его резко поднимать И чтобы он зубы чистил быстрее Действительно, раздражение приходит тогда Когда мы к человеку присматриваемся Внимательнее И начинаем снимать Как бы сивечную шелуху Уходит розовый туман И мы видим, что работник Который позиционировал себя идеально Написал чудесный свой пресс-релиз У него была чудесная представлялка Прекрасные рекомендации Что он человек-то посредственный У него красивые картинки на сайте Он свежеиспеченный, допустим, молодой хирург Который перекосил четверых прооперированных А красивая реклама Другой там старик какой-то сидит Он не понимает ничего в компьютере У него нет рекламы Но у него золотые руки И у нас приходит нормальная человеческая реакция По которой мы приходим Говорим, позвольте Вы вот так вот красиво все раскрасили И бросили в жизнь вот эту кость О том, что приходите Я делаю все лучше всех Не обладая навыками, знаниями У вас 10 минут вы почитали в учебнике Окей, гугл, как мне подкраивать бровь Чтобы там был угол Одна бровь здесь, одна здесь Вы не хирург, вы мясник И это нормальная критика Это реально Мы просто говорим человеку, что Недопустимо то, что он совершает Вот лежит, допустим, женщина В косметическом салоне На суперпроцедуре С ней колдует специалист Она купила дорогие препараты И она понимает, что у нее сейчас будет Припадок от звезденения И выйдет она отсюда королевой Но в соседнем кабинете работает массажист У него другая музыка А клиенты, которые ожидают своего приема Смотрят маму Мию в прихожей Плюс ко всему приходит какая-то Говорливая тетка на ресепшн И рассказывает, как она прекрасно съездила в Турцию Абсолютно, абсолютно нормально Если женщина скажет Пригласите мне, пожалуйста, администратора И скажет ему Побудьте вот здесь На моем месте Хотите, я вас рядом положу И полежите пять минут За те деньги, которые я вам плачу Немедленно выключите Хотя бы музыку на ресепшн И заткните рот громкой тетки Это нормальные претензии Которые должен любой человек Уважающий себя Сделать непременно А не сидеть и промалчивать И раздражаться от того Что у тебя какофония И тебе жалко Своих собственных денег На то, что ты не только не отдохнула А вышла как Годзилла Из этого салона И какая бы ты красивая ни была Твой внутренний мир Сейчас позиционирует Далеко не радужные мысли Что такое претензии Это своего рода выпад Наверное, это пиктование психологическое Когда тот, кто действительно не виноват И его обижают Обижают незаслуженно Должен парировать И если он этого не делает Он сам виноват Тогда он будет терпило И на нем будут въездить На протяжении всей жизни Но однажды же должна Как женщина, стружащая всем салаты Все вальсируют У всех праздничек У всех Новый год И только одна тянет всем подарки И крошит салатики Это же у нее заложено изначально И настает день и час Когда она говорит Ребят, а можно я сниму фартук И тоже с вами попрыгаю Подвергаю сердечку Гоп-гоп-гоп Все будет хорошо Может быть, я тоже хочу Нового года И если она этого не скажет Мне кажется, это абсолютно неправильно Когда ты промалчиваешь Глотаешь слезы или свою обиду Ты совершаешь тройное преступление Ты закладываешь негативную программу То, что ты готовишь Ты делаешь психосоматические болезни себе И от того, что ты всем сделала салатик Завтра у тебя будут болеть колени И лезть волосы И в очередной раз Когда в следующий раз скажут Кто будет собирать деньги И пойдет на подарок для начальника Это будешь ты Так вот, для того, чтобы хвостопадов И людей, которые тебя используют Сбрасывать Нужна критика Сказать Вы нормально себя чувствуете, друзья Нет, ну правда У вас не танец хорошо И кость у вас не застревает в горле Я в очередной раз за вами еще и посуду должна помыть И это нормальные хорошие претензии А не придирки к людям Которые доверили вам помыть их посуду День и час, когда Идет рядом с вами Мужчина на мероприятие В мятых брюках Не потому, что вы обязаны ему все делать Абсолютно не обязательно Прекрасные мужчины Гладили себе брюки, пока жили дома И вообще каждая мама В жизнь выпускает нормальных ребят Которые могут поднять стакан И после себя протереть все это тряпочкой Почему они перестают вытирать Когда мы с ними живем Да потому что Сиди, сиди, сиди Я сама, сама, сама Схватила стакан Раз поставила в раковину Два поставила, три И через некоторое время Он, как само собой разумеющееся Уже не берет его и не протирает А потом говорит А что-то у нас дома и пол не меден А что как-то у нас не убрано Зайка, да потому что Ты не пылесосил давно И давным-давно мы не убирали Нас же двое Я же не одна То есть где есть приговор Получается, что вы замуж за мужчину Поставив печать Света неба В паспорт Мы теперь обязаны всех обслуживать И промалчивать Мы обязаны носить одежду Которую он скажет И, не знаю, отправлять детей Учиться туда, куда он скажет Это же нет Два человека однажды сели И решили, давай поженимся Точно так же Абсолютно точно так же Обсуждаются все вопросы И если вы мечтаете об одном А он мечтает о другом Ну, почему бы нам не задать Подобные вопросы Еще до того, как вы поженитесь Ведь это действительно Мы будем много раз Возвращаться к этой теме Практически 100 вопросов Которые непременно нужно задать Прежде чем сказать Давай купим подушки, вилки, ложки И будем вести совместное проживание Начиная от момента денег Которыми тоже упрекают Цепляются от мелочам Ты тратишь на ребенка очень много Ты У нас от косметики ломится дом Да, послушайте Женщина заработала Она по себе порадовала Она зырингом занималась Не купила ни одного пальто Купила себе помаду Пришла и радуется Нельзя забирать у мужчин Их игрушки Машинки Какие-то винтики И шпунтики Их личную территорию И точно так же нельзя забирать У женщин красоту И ее свободное время Она от этого хамеет и грустит И чем больше мы друг друга строим Тем больше хочется вырваться Чем больше мы цепляемся к мелочам Тем больше на сопротивлении Хочется не понравиться А сделать вопреки Это замкнутый круг И программа наша называется Позитивная психология С Натальей Толстой Потому что я хочу сейчас Высветить именно вот этот Именно вот этот Трудный момент в нашей жизни Цепляется к мелочам Именно тот мужчина Которому еще не все равно Вот если кто-то катит на тебя баллоны Значит он присмотрелся И увидел где не так Бывает что педагог говорит Вот здесь, вот здесь, вот здесь Совершенно это рабарщина Нужно переделать Мы же на него не обижаемся Бывает приходит человек И репутация безукоризнная Ты встречаешь добившегося успеха И он для тебя важный Мы же слушаем их Получается когда мы обижаемся на критику Мы просто не уважаем того Кто нам это говорит И у нас есть возможность сказать Ты кто такой, чтобы мне указывать Или рассказывать Как мне надо жить Когда нас учат авторитетные Мы воспринимаем это как обучение И с ними это немедленно Для нас звучит как очень наш Мы сняли и забыли Полы моем уже этой блузкой А другой человек говорит Тебе не идет, ну-ка отдай мне Я буду это носить Так обычно поступают мамы и свекрови Но если ей понравилось Возьмите и отдайте И похвалите А не критикуйте Что мама в очередной раз Оделась как пугало Мы можем краситься так Что топнешь ногой И все это обваливается Мы можем обводить губы Так будто мы сбежали из цирка Это действительно так Но раз, два, три Абсолютно разные люди Говорят одни и те же слова Абсолютно точно нужно Прислушаться к их словам И наверняка там есть разумная правда Весь мир гнилым быть не может Если одни и те же претензии Из века в век Одно и то же говорят уходящие мужья Третий муж И говорит одно и то же Что ты безответственная Безалаберная Что ты купила все свои дипломы Ничего из себя не представляешь То может быть есть смысл Пойти и поучиться наконец Может быть не отмазываться Не покупать себе в переходе В очередной раз какое-то образование Которое чуть копни И ты поймешь что ты правда ничего из себя не Ну нет у тебя основы У тебя нет фундамента Ты не можешь ответить Ты не только не эксперт А ты никто Это же очень плохо Сделайте себе все В символическую визитку Кто ты сейчас? Кто ты сейчас? Вот в этот момент В эту секунду В эту минуту Какое твое образование? Какие твои посылы? Что ты полезного делаешь для других? Как ты себя позиционируешь? Чем тебя порадовать Человек И очень многие говорят Я не знаю кто я сейчас Я даже не знаю кто я была Десять лет назад Родители меня устроили в институт У меня не было никаких желаний У меня не было никаких стремлений И сейчас я живу То ли воля То ли неволя Это ребята не про нас В нашей программе Мы будем находить Доброе слово И кошки приятные И мы будем находить То что ценно именно для вас И вашу собственную душу Посыловать вы можете Только самостоятельно Любая критика Просто привлекает внимание К тому что возможно Несовершенно Давайте от него Оттолкнемся для того Чтобы поправить То что можно поправить Или Как-нибудь завуалировать Но бывает же Большой таз И широкий кругозор Но есть портники Которые ищут такие наряды Что именно Самые выигрышные Вещи подчеркиваются А самые невыигрышные Не видны Мы же можем Все это завуалировать И подать правильно И грамотно То что вы делаете Лучше других Мне кажется Что Критика Это своего рода Фонарь И специя Какая же Наверное Теперь это горчица Горчица Которая подается К блюду Нельзя Чтобы человек Все время говорил Ой как ты хорошо Это сделала Ой как безукоризно Ой как чудесно Ой как прекрасно Потому что Человек начинает Делать халатно Он Не совсем Обращает внимание На какие то мелочи И именно поэтому Должен приходить Кто нибудь строгий Такой Как кот из дома Мыши в пляс Кто такой Кто является Безукоризным авторитетом И его слова Будут Как похвала Когда он Наконец скажет Что вот тут Вот тут Были косяки Но ты Безукоризненно Их Исправил Мы можем Осуждать Моду Природу Правительство Все что угодно Мы можем Мы можем Рассказывать Людям Какие неплохие Вы когда мы сидели За столами С людьми Которые все время Говорят Вот будет война Вот у нас там То-то не то Вот мы не будем Ступать туда Я не хочу работать Будет маленькая зарплата И все время Негатив 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 И каждый раз Попробую с ним Поговори Когда другого Нет за столом И он И про него Будет негатив Говорить Он все время Будет цепляться К мелочам Что мы делаем Мы опять делаем Шаг назад Потому что Мы бережем Свою нервную систему От вот таких Лунных вампиров Которые у каждого За столом Сейчас Воруют энергию Напитались И сказали Ну все Можно я пойду Пошел И смотрит телевизор А все вот такие Вот Короче мы Об этом непременно Поговорим во второй части Нашей программы А сейчас Слушайте хорошую музыку На юморбокс Итак дорогие друзья Вы продолжаете Смотреть позитивную психологию С Натальей Толстой Сегодня мы говорим О критике Говорим о реакции На критику Говорим Кто нас критикует И что собственно говоря С ней и нужно делать Так получается Что начинаем Мы какое-то дело И каждый раз Думаем Что ну вот Сейчас я Все доведу До совершенства И страна будет Ликовать Друзья мои Будут за меня Радоваться Потому что Действительно Есть такая Теория Что Что такое Человеческое счастье Это Когда ты Выжимаешь из себя Все силы Для достижения целей И у тебя Есть группа Поддержки Которая Радуется твоим Результатом Ждет тебя с победы И устраивает тебе Праздник А если Не получается Праздник Писала 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 Какой-нибудь Стартап И вдруг Тебе За пароли Переписывай Переделывай Первое Что приходит На ум Это Наверное Гнев Как такое Может быть Я сделала Все совершенно Потом Через некоторое Время Хочется Позвонить Людям И их Переубедить Объяснить Им Почему Именно так Ты сделала Потом Так получается Что Так Почему Ты так Именно так Сделала Потом Приходит Попытка Такая Сторговаться Давайте Я вот Вот здесь Изменю А вот Это Все-таки Я оставлю Я хотела бы Оставить свое мнение Или Мне кажется Что это Мое открытие Потом Через некоторое Время Ты понимаешь Что проект Твой Хреновый Жизнь Хреновая И начинаешь Потихонечку Накрываться Волной Депрессии И какое-то Время Ты сидишь И говоришь Ничего Не хочу Делать Все равно Это никому Не нужно Зарплат Таких Как вот Я себе Хотела Я все равно Не заработаю Что Мне От того Что Я принесу Какую-то пользу Стране Или людям Будет больше народу Идти у меня За гробом Так Все зависит От того Какая будет погода На улице Когда я помру Короче Депрессия Это такая штука Которая никогда Никому Еще Не сделала Доброй службы Но Вот именно В этот период Нужно вспомнить Что например Генри Форд Пять стартапов Запорол Прежде чем Создал свой проект А писательница Которую написала Гарри Поттер Вообще В 13 издательств Относила И заворачивали Как бредятину А вот Те кто рискнули Получили Миллиардные тиражи И бестселлер Планетной величины Мы Никогда Если вы верите в себя И вам нравятся Ваши мысли Попробуйте Постучать Другие двери Точно так же Как можно прийти В другое издательство Или попробовать Сдать На права Другому педагогу Абсолютно Точно Можно Задать экзамен По анатомии В самому Строгому преподавателю Тому Который Будет уважать Твои знания А не то Что у тебя 13 колец На пальцах И у тебя Аперсинового цвета Волосы А предыдущий Педагог Просто цепляет Твоему внешнему виду И уверенности В себе Давайте посмотрим Несколько под другим углом Что имеет в виду Человек Который все время Рассказывает тебе Что ты плохой Что он хочет Чего он добивается Он добивается Возможности Манипулировать тобой Он ищет Вот это место Самое слабое В тебе Когда ты Войдешь В дугу стыда И вдруг Поймешь Что тебе сказали И тот Кто говорит Он Абсолютную истину Говорит А ты плохой И вот Вот в эту секунду Когда ты начинаешь Сама себе винить Вот в эту секунду Человек берет Вверх над тобой Он теперь становится Начальником Он становится режиссером И теперь мы Хлопая ресницами Подходим к человеку И спрашиваем А как тут дальше быть А что мне делать А посмотрите пожалуйста А сейчас верно или нет И вот Росчерком пера Не знаю Поднятой бровью Вот тот От кого зависит решение Манипулирует И решает Какое сейчас у тебя Будет настроение Разве так Может быть Людей Которые себя любят И уважают У тех Кто уверен Что он знает Или безукоризмно Делает свою работу В свое время Филипп Киркоров Сказал замечательную фразу Вершины Максимальную работу Свою Настолько хорошо Насколько мы это можем И если на настоящий момент Получилось Это же не значит Возможно Ведь это не на настоящий момент Совсем нездоровый человек И мужчина И женщина Представляется И бабка И дедом И прыщавым тушканом И подписывается Именами богов Один и тот же человек Может доводить до тебя Получаю садистическое удовольствие от того, что он тебя критикует и показывает на изъяны. Но ведь луна и солнце спокойно ходят по небу, когда собаки лают на них земли. Искала я иллюстрацию к этой теме и нашла басню Крылова, как всегда. А босс она называется, я думаю, что она вас порадует. С горшками шел обосс. И надобно с крутой горы спускаться, вот на горе других оставя дожидаться, хозяин стал сводить легонько первый воз. Конь добрый на крестце почти его понес. Катиться в мозу не давая, а лошадь сверху молодая ругает бедного коня за каждый шаг. Ай, конь хваленый, то-то диво! Смотрите, лепится, как рак, вот чуть не зацепил за камень. Косо, криво, смелее, вот толчок опять. А тут бы влево лишь принять, какой осел! Добро бы было в гору или в ночную пору, а то и под гору, и днем. Смотреть так и будешь из терпения, аж воду бы таскал, коль нет тебе умения. Глядит-ка нас, как мы махнем. Не бойся, минуты не потратим, и возик свой мы не свезем, а скатим. Тут выгнувший хребет и под нату же грудь, тронулась лошадка с возом в путь. Но только под гору она перевалилась, вот начал напирать. Дерега раскатилась, коня толкает в зад, коня толкает в бок. Пустился конь со всех четырех ног на славу. По камням, рытвинам пошли толчки, скачки. Левее, левее и с возом бух в канаву. Прощай, хозяйские горшки. Как в людях многие имеют слабость тужи. Все кажется другом ошибкой нам. А примешься за дело сам, так напроказишь вдвое хуже. Нечего сказать. Идеальный конец, идеальный выбор. Кто критикует певца и депутата, стоявшего на постаменте? Кто? Да, у каждого человека, безусловно, есть свое мнение. Кто критикует человека, стоящего на постаменте, поющего песню, танцующего? Тот, кто, наверное, хотел бы им стать. Да не получилось. У кого всегда есть свое мнение? У того, кто выслушал мнение великих экспертов, одного послушал третьего, четвертого, пятого, сопоставил, что-то там у него мозговой винегрет случился, и сейчас он может выдавать это как за свои мысли. Да на здоровье все учебники так построены, что знающий всегда готов поделиться своими знаниями и научить, если ты хочешь. И тот, кто уже выходит под софиты и берет микрофон в руки, верьте слову, им есть что сказать и что спеть. Они проходят через большое количество рук, помогающим. Представляете, просто стоять, какой бы ты семипядей во лбу не был умный, если у тебя не будет нормального гримера и стилиста, если не будет чудесного света, прекрасного оператора, если у тебя не будет супер монтажера, и все это будет коту под хвост, потому что будешь ты как гуинплен, а если еще звуковик тебе попался плохой, то все, что ты делал, будет смазано, оно не будет ярким, не будет энергетическим. Именно поэтому стоящий на сцене, он же как бы плод труда огромного количества хороших людей. И спасибо и моим людям, которые помогают делать эту программу. Чем позитивная психология отличается от негативной? Что мы можем выжать из критики? Да просто нужно подумать, что я вот здесь, вот здесь, вот здесь поменяю. И, собственно говоря, что я не безразличен этим людям, раз они не говорят, что тут нужно улучшить технику речи, снизить вес, научиться правильно стоять. Дают какие-то определенные рекомендации, они же бесценны. Попробуйте, научитесь этому же самому у педагогов, которые дают на это курсы. И вы потратите миллион рублей, и не всегда все возьмете. Все равно вы отучитесь, придете с дипломом, и вам будут показывать люди практики, как дела обстоят на самом деле. Какой бы ты ни был великий ассистент-хирурга в институте, с каким бы красным дипломом ты ни вышел, пока ты не постоишь ураной, не послушаешь, как дышит хирург, не поймешь, как он реагирует, не будет из тебя толку. А вот когда ты поймаешь вот эту волну, и вдруг поймешь, что вот сейчас все, у меня стало получаться, я понимаю, что делать, сейчас мы все сделаем, все будет хорошо, тогда весь мир, вся энергетика отстраивается так, как нужно тебе. Не давайте другим людям сбивать вас с тропы. Что такое тропа? Вы встали у вас 11-11 на часах, 22-22. У вас в автомобиле впереди больше свободного места, чем рядом толпящихся автомобилей. Вы приехали, у вас стоянка. Вы подумали, вам телевизор слово сказал. Тропа, это когда задумала, сбылось. Захотела, получилось. Вспомнила, человек позвонил. Вот что такое человек, стоящий на тропе, и к этому безусловно нужно стремиться. И появляется огромное количество людей, которые тебя с этой тропы хотят сбросить. Вы принесли рукопись? А с чего вы взяли, что вы писатель? Вы пишите ЖЖ, так это любой человек может написать. Я тоже. Бывали такие моменты, когда вышла моя первая книга и продалась миллионным тиражом. Для меня тоже был шок. Пришла какая-то бабулечка на первый ряд. А скажите, пожалуйста, какое у вас литературное образование? Я ей объясняю, что у меня фундаментальное образование медицинское, что я работаю практик ежедневный. Помните, как в фильме «Обыкновенное чудо» охотник охотится? Нет, он пишет книгу про охоту. Я еще охочусь. У меня есть что сказать людям. Я набираю разные слова от разных людей. И шутки иногда, какие-то интересные фишки. Я беру свой багаж, свой сундук со сказками. И бывает день и час, когда мне действительно хочется взять в руки ручку и выписаться, отдать это, чтобы вновь свою голову наполнить другими словами, чтобы не повторять одно и то же каждый день. И бабушка сказала, ясно, у вас нет образования. Я говорю, ну почему же? У меня была журналистика. Меня учили, как из большого текста делать маленький, из маленького большой. И вдруг я поняла, что я не хочу оправдываться. Я сказала, верите? Я написала книгу издательства, причем мне заказали. Я сначала говорила на эту тему в эфире. Кто-то меня увидел, попросили. Напишите вот такими же словами, как вы говорите, книгу. Я сделала это, я ее отдала. И женщины подошли с полки и забрали ее. Наверное, мне просто повезло. И женщина впереди, вот эта женщина, она прям разминировалась за одну минуту. Не от того, что я ей не хамила, не от того, что я не хвасталась, не от того, что я действительно вошла на какую-то секунду в ее положение и поняла, что да, годы, да, не каждому человеку так везет. У меня тоже было ноль бюджета, не было никакой рекламной кампании. Просто состояние здесь и сейчас уверенности и, может быть, какого-то легкого дилетантского хамства, что ли. Ведь любой специалист, заканчивающий институт, ну, я сейчас могу говорить только о врачах, мы все хотим вылечить всех, мы хотим сражаться с болезнями и вдруг понимаем, что один человек с этим просто физически не может справиться, не может гарантировать, что лекарства неподдельные, не может знать, как действует медсестра, какое у нее сегодня будет настроение, мы не знаем, какое давление будет у пациента, но каждый раз, когда мы идем в инфрационную, мы все равно думаем о том, что сейчас у Бога нет других рук, кроме человеческих, и сейчас это мои руки. И вот с таким посылом и идем, и если бы мы боялись, то, наверное, операций было бы меньше, здоровых людей было бы меньше, не летали бы люди в космос, если бы боялись и слушали критику, что не такой костюм, не такая ракета, не сочиняли бы они фантастических книг, не встречались бы потом на вот этих замечательных, вы себе не представляете, что такое книжная выставка, где фантастика, все нарядные, переодетые. Если люди не будут верить в себя и будут прислушиваться всегда к критике и вспоминать, вот, вот, я сейчас вспомню, вот тогда у меня была неудача, тогда была неудача, тогда я никчемное существо, надо мне сидеть и не пырхаться. Вот как только к вам приходят такие мысли, я рекомендую вам пересмотреть нашу программу и снова начинать заново, заново каждый раз. Ведь китайцы говорят, что если ты ударился головой об одну дверь, и она тебе не открылась, семь раз, веся в одну и ту же, и если ты поймешь, что она по-прежнему не открывается, это не твоя дверь. Бывает, что вы подаете какое-то заявление, вы хотите поступить в этот институт, и раз не получается, два, три, посмотрите на наших великих актеров, многие из них с третьего раза поступили в институт, а сейчас всеобщие любимцы. Если вы хотите еще раз попробовать взять экзамен, еще раз попробовать добежать, получается, что олимпийским чемпионам, нашим спортсменам от неудачи, что им делать, когда они входят в эту фазу стыда? Порвался спортивный костюм, ты пришла последней. Это же не значит, что спортсмен опустит руки, не потому, что его все время палкой по икрам бьет, тренер. Нет. Не потому, что он ест какую-то ерунду в виде таблеток, которые назначают бабушкам. Вы представляете то, что нонсенс абсолютный с этим мельдонием продается в аптеке без рецепта, и замечательный препарат, я не знаю, почему к нему прицепились, но сам факт, если ты не победил один раз, это же не значит, что у тебя не будет победы. Не получился брак у тебя с мужчиной, что же мы теперь в следующий раз замуж, что ли, не пойдем? Если у нас не получилось родить ребенка, то значит нужно пробовать, друзья. Делайте, делайте детей, и однажды все будет хорошо. Не слушайте никого. Друзья, смотрите нас каждые выходные в 12, а те, кто не успел проснуться после пятницы, смотрите программу на Юморбокс на повторе на официальной странице телеканала и в социальных сетях. Пишите мне на почту, жду ваши вопросы и комментарии. Всем любви и добра. С вами Юморбокс. Оставайтесь на позитиве. Субтитры создавал DimaTorzok